Сегодня чествовали победители конкурса Малой Нобелевской премии. Лауреатами семи номинаций стали 13 школьников в двух возрастных группах. Их выбрали из 117 победителей муниципального этапа. Всего в этом году поступило 405 заявок. Это абсолютный максимум за историю награды. Ребята представили свои достижения в творчестве и изучении точных естественных наук в области экономики и языкознания. Елена Кононова продолжит. Такое количество детей и интеллектуалов в одном месте увидишь нечасто. Но Малая Нобелевская неизменно собирает раз в год талантливых детей со всей республики. Сейчас они в волнительном ожидании. Павел Паников из Прелузия пробует свои силы в творческой номинации. Десятиклассник еще в 6 лет заболел танцами. И с тех пор все время отдает этому хобби. Несколько лет назад в Париже на международном фестивале он взял первое место за сольный номер. А в прошлом году вместе с танцевальным коллективом привез из Санкт-Петербурга гран-при. Танцы развивают умственное мышление, как ты думаешь логически. И помогают развить фантазию. Фаина Селькова из Большелуга Каркировского района увлекается родным языком. Материалы для изучения ищет не только библиотеки, но и собирает сама. Спрашивает у людей. Ее знания оценили в Москве на Олимпиаде родного языка. В республике мы написали Олимпиаду, потом победителей отправили в Москву. Там мы написали сочинения, выступили осно с презентацией, читали стихи. А затем нас награждали. Ученик физико-математического лицея Сыктывкара Кирилл Паршуков на сцену поднялся одним из первых. Для него это было неожиданным. На самом деле, эту награду, наверное, мне дали за мои Олимпиады. Я являюсь призером исключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по физике, дважды в девятом и десятом классе. Также победитель в региональном этапе. Малая Нобелевская премия была учреждена еще в 1993 году. Тогда только для Усинска. Республиканская она стала шесть лет назад. И с тех пор география расширялась и росла. В этом году в конкурсе приняли участие почти 400 детей. Финал прошли 117. Победитель муниципальных этапов. Это как раз та молодежь, которая в будущем пополнит ряды специалистов, так необходимых коми. Это первая, может быть, в вашей жизни, может быть, у кого-то уже не первая такая малая Нобелевская премия. Пусть она вырастет у вас. Те, кто устремится по линии науки, достижений в большую Нобелевскую премию. И чтобы мы в определенном зале научной славы вывешивали наших выпускников когда-то и горделись, и говорили, вот когда-то мы этим нашим тогда еще молодым людям поручали малую Нобелевскую премию. В этом году организаторы конкурса приготовили для участников сюрприз, который долгое время держали в секрете. Двое наших школьников смогут поехать учиться на целый год в Чехию, после чего они могут поступать в любой из чешских университетов или в российские. Это то, что новое. Почти в каждой номинации было два победителя в разных возрастных группах. Денежные премии получили не только лауреаты, но и их наставники. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.